Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, и это значит, что вы на канале Лёша играет. Лёша играет World World на последнем уровне сложности. Знакомимся с дополнением Фараона Нила, которое выходит или вышло, не знаю, когда вы это смотрите, 4 октября. Но, в принципе, главное знакомство это новая цивилизация, за которую мы играем, Королевство Кушитов, вот такие чёрные ребята. Ну, в общем, все подробности и сейв первого хода в первой серии, ссылка в описании, в прикреплённом комментарии на весь плейлист. Там же спонсоры канала всей серии могут увидеть сразу. Большое спасибо вам за поддержку. Давайте продолжать. Очередной сын царской семьи. В Калиста Кушитов прибыл этот раз из Греции. Большой почитатель кушитской культуры. Взять под стражу или позволить ему влиться в творческие круги мира? О, плюс 20% культуры, тоже зашибись. Поверьте, у нас уже в Мирое, так, в изгнании царь-консорт на Такамане выдаёт Карфагену государственные тайны и распространяет о вас зловредные слухи. Можем ли мы дальше мириться с этим? Так, я не успокоюсь. А почему Тахарка хочет нам отомстить за это? Типа, я понимаю, что он сын, но этот чувак уже тут... Нет, пускай устраните его. Задолбал. Олигарх Холисет Избалованная назначает вам встречу, чтобы поговорить о делах, так как она недавно заняла место главы семьи Сиджу после кончины Насалсы. Прогуливаясь по дворцовому саду, вы с ней обсуждаете разные темы, пока, наконец, не доходите до сути вашей встречи. Моя предшественница Насалса в прочитанных мной письмах очень приятно о вас отзывалась. Я решила лично посмотреть, что вы за человек. Да, мы хорошо ладили. О, давайте даже заплатим, чтобы она заступалась за нас. Так, а теперь с нашим сыном надо попробовать улучшить отношения, вот, оказать влияние. Ну что, он к нам, мнение о нас злое, видите? 200 монет и 2 приказа. Но надо, надо. Так, теперь занимаемся этими ребятами. Тут починим. Четыре приказа осталось. Один приказ. Ну тут мы уже не подойдем, ладно, давайте я этого полечим просто. И на этом ход закончим. У вас очень мало приказов. Я что-то... Ну, и вот, если из улучшения, то приказы получаются представительстве пастбищ. Но у меня просто нету на территории ни одной клетки, на которой можно пастбище. А, не, слушайте, свиньи есть. Но я не уверен, что у нас свиньи... Вот на лошадях точно дают дополнительно... Дополнительно приказ. Ну там, по-моему, половину приказа. А вот свиньи, наверное... Ну, ладно. В любом случае, надо заканчивать ход. В аристократии у нас эпос, да? А, по-моему, я уже открыл. Я уже открыл эпос. Сейчас в следующем ходе мы его примем. Надо 400... Чрезвычайно соцкапитала надо, чтобы законы принимать. Еще племенной налет около МРВ. Царь Рима Ромул сильный мертв. Царица Фульвия. Новая молодь. Вроде лучше у нас отношение. Плюс 77. Нормально. Но у нас соседи Рим, Хетты и Карфаген. Греция где-то за Римом, так что не страшно, если что. Так, новая правительница не теряет времени на то, чтобы... Ага. С нас дань требует. Ну, надо придется платить. Я очень сейчас не хочу воевать, тем более... Я думаю, что мы нормально можем с ними воевать. Но дипломатия говорит о том, что... Так, а что выгоднее? 38. 23 стали это по стоимости... Ну, сотка, нет, лучше 38 платить. Слуга расплывается у вас перед глазами, растерявшись. Он повторяет сообщение от Ахросан из Мироя и принца Тахарка Суеверного о том, что они не в силах больше терпеть разлуку и решили сбежать. Да, ё-моё. Давайте вернуть этих глупцов. Делегация из Греции прибывает с предложением брака с вашим сыном-герцогом от Ланерса. Блин, я бы, наверное, отказался. Я бы лучше с кем-то из карфагенов или... Ну, из соседей, потому что Греция далековато. Потому что не в этот раз. Так. Принимаем Эпос и выполняем первую амбицию. Ну и Эпос будет давать 10 культур из-за каждого убитого военного юнита. Это очень круто. На самом деле. Так, при дворе оживлённо обсуждают, как интерпретировать новый закон об Эпосе. Часть советников настаивают, что нас запомнят по нашим свершениям на поле боя. Другие уверены, что эти свершения прежде всего должны быть задокументированы. Есть и те, кто предлагает сосредоточиться на культурном развитии. Какой подход нам ближе? Ну, то есть, это амбицию начинает. Видите, 5 военных юнитов с лидером генерал вряд ли получится. 4 Одиона. Мы их даже ещё не открыли. Но это, кстати, более вероятно, чем, мне кажется, 5 военных юнитов с генералами. С генералами-то, ну, с кем-то воевать надо из цивилизации. И контролировать 5 городов со статусом разве... Ну, кстати, а это возможно. Давайте эту возьму. Нормально. Тахарка, ваш сын и генерал припрачнике. Странно он сбежал, да? Но при этом он остаётся генералом припрачнике. Так, так как он будущий правитель, я бы ему лучше мудрость прокачивал. Будучи лидером, все юниты плюс 2 очка здоровья. Все юниты плюс 5. Ну, это прикольно, но для короля всё-таки мудрость важна. Имхо. Так, что дальше? Отсюда сейчас ещё, я так понимаю, приедут, но нам надо выяснять, где нам ещё города можно ставить. Так что пока потратим ходы на... О, руинка. Наша экспедиция наткнулась на впечатляющую систему мощённых дорог, соединяющих давно сгнившие деревянные постройки. Инженерная работа, необходимая для такого сооружения, явно опередила своё время. Что нам с этим делать? Разломать дороги ради камня? Изучить технологию О? Рабочая сила... Да, давайте технологию постройки изучим. Просто теху открыли, считайте. Так, где она? Вот эта, рабочая сила. Ещё можно рабство или свободу принять. И дороги можно строить. Все города 4 золота за специалиста. Тут одно несчастье, но зато рудники и каменоломни плюс 20% ресурсов. Ну, всё равно у нас пока нету столько соцкапитала. Мы только приняли. Только-только приняли. Так, этими я ходить не буду. Рабочими что-то надо, наверное, подходить. Так, тут будет не хватать. Знаете что? Я, наверное, сюда подойду. А два приказа потрачу на посылание жемчуга в Сесеби. Что у нас по городам? Значит, у Рима 2, у хетов 1. То есть, походу, вот хеты зажатые, они всё с одним городом, и они просто не смогли. Вот тут всё в горах сгенерировалось. Это, скорее всего, их место было. Карфаген 5, Греция 6, и у нас 4. Ну, нам надо ставить города или с кем-то воевать в будущем. Ну, тут уже вот всё занято, да? То есть, у нас шанс, что какие-то места есть вот тут только. С Грецией очень плохие отношения. Ну, опять же, он дарит всех, кто здесь, если Греция объявит войну, что она через Рим будет идти. Как у неё с другими? Ну, с данными понятно. Ой, у греков вообще со всеми что-то не очень. Смотрите, минус 100. Так, царица Карфагена мертва. Ой, что-то с Карфагеном сразу херовые отношения стали. А, почему? А, мы разные, видите? Он герой, я строитель. И слишком близко к Карфагену. Ну, логично. Великий Зиккурат. О, вандалы встретили. Вандалов встретили. Так, со смертью царицы Дидоны возлюблены из Карфагена. Правление Карфагеном перешло к царю Рабиху Новому. Новый правитель просит воздвигнуть в Мирое статую покойной царицы Дидоны, возлюбленной из Карфагена. Мотивируя это тем, что Дидона очень сильно любила этот город. Семья Седжу негодует, сетуя на то, что карфагенским правителям никогда не ставили статуи. Так, а у нас с этими Седжу как отношение? 112. Ну, наверное, тогда воздвигнем. Пожалуй. Лучшим отношение с царем. Так, харизма, отвага, дисциплина. Харизму давайте. Теперь, мы приняли закон, мы, кстати, можем теперь строить эти гарнизоны. Я думаю... Так, нам точно требуется город. Ну, я бы вот здесь строил гарнизон, если это возможно сейчас пройти. А сначала поисследует эту культуру, кстати, даст. Надо собрать, я думаю. Я хочу найти, где место для города. Вот тут у вандалов далековато, да? С вандалами придется воевать. Ну, это далекое какое-то место, нет? Так, давайте все-таки гарнизон. А что, не могу тут все-таки строить городское улучшение? А, два городских тайла должно быть рядом обязательно. Тогда здесь... Ну, просто оно должен в сторону Карфагена, потому что он добавляет силу. И плюс мы тут будем казармы строить еще вокруг. Ну и плюс гарнизон позволяет губернаторов размещать. Так, здесь бы я тоже гарнизон строил. Вот тут причем. Так, а что тут еще у нас происходит? А, мы вандалов встретили. Блин, ну я бы не платил ему деньги. Ну, скорее всего... Ну, убьют скаута и убьют. Ладно, проваливай, дрянь. Нету еще, блин, присмыкаться. Нас тут и так все унижают. Так, пока не начну строить, потому что... Посмотрю, какие у нас еще тут могут быть варианты. Нам вот эту хрень надо убить еще. Вот мы всеми и походили, похоже. Воин завершен. Что, фермеров строить? Или форум? Форум давайте. Мне везде, во всех городах нужно форумы построить и казначейство. Так. Ну все. Я, конечно, могу приказ еще купить, но я думаю, здесь мне не надо. У меня много денег, реально. И деньги, собственно, мы и будем переводить в другие ресурсы. Но самого главного ресурса мне не хватает. Это приказов АК-ходов. Вон еще один набег пошел. Так, а Карфаген тоже с вандалами воюет, как вы видите. Кстати, надо глянуть. Но я думаю, что воюет. Нет, перемирие. Да, скаута завалили. Еще один. Что-то быстрое. Он же недавно вроде новый царь Греции. Был. Царица вандалов. Новая. Марсенат Ланасерна. Плюс одна дисциплина. Принцесса-консорт перешла в лишеизм. Хетты музеон начинают строить. Так. Отправил дипломатические дары всем соседним нациям, кроме нас. Ну... А тут легитимность добавится. Нет, давайте, наверное, все равно хорошее. Ну, у нас много реально денег. Один из наших агентов в имении Сиджу сообщает, что они тайно удерживают пленника у себя в подвалах. Пленник, посол Исхетского царства. Встретивший на своем пути в столицу чрезмерно рьяных Сиджу-стражников. Они схватили его и теперь держат у себя как шпиона. Так, 78. А с хеттами как? Опять же, что нам хеты могут сделать? Пока через речку. Ладно, я лучше верю в семью. Тем более мы еще сможем проникнуть в нацию. То есть откроем территорию. Казначейство завершено. Форум. Форум и казначейство это как бы проекты, но они начинают давать... То есть, смотрите, форум по завершению два соцкапитала в ход и плюс сразу дает... Нет, по завершению 40 еще соцкапитала прям сразу дает. Но главное, что тут в ход еще будет. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Так сказать, распределять. Так, вот здесь я делаю каменоломню. Здесь делаю гарнизон. Три приказа еще осталось. Так, этот, видите, не из этого... Не от этой семьи, его надо обратно сюда вернуть. Но пока... Немножко нету смысла. Значит, этими будем ходить. Что нам тут строить? Блин, что-то реально строить нечего. Может, просто полечить юниты? И вот этого. Ну, просто реально... Перекидывать в другой город далеко, а в этом-то и не надо пока ничего. Как-то странно так у меня получается. Так, слушайте, я по очкам... Ну, мы не все встретили, мы еще где-то три цивилизации находятся. Но мы вроде пока... Ну, вместе с Грецией на первом месте по очкам. Герцог Атланерсу уверен в себе и убедителен. Он излучает ауру надежности. Набрал харизму. Тяжелобольная, с острыми болями в груди и откашливающая кровавую мокроту. Царица Амманиторе боится, что ей недолго осталось. Но это не факт еще. Она может и вылечиться. Патриарх, это кто? Вот этот, Лешизма. Анламани-герой. Нашел несколько достойных кандидатов для вашего двора. Он представляет вам двух самых интересных. Достойно ли кто-нибудь из них служить к вашем дворце? Так, торговец. Либо ученый. Я бы ученого взял. То есть они у нас будут потом губернаторами. Прознав о вашем тяжелом заболевании, жрица одного из небольших храмов в Сесебе отправила во дворец одну из послушниц, называющую себя дочерью Шторма. Пустите ли вы ее в свои покои, чтобы она попыталась вас исцелить? Теряет статус тяжелобольной. О, за деньги давайте, чтобы не быть должной ему. Отлично, мы больше не тяжелобольная. Это очень хорошо. Так, ведь минимальная культура. Ну, давайте тогда дальше казначейство сделаем. Сесебе форум. Так, там-там скаута завалили. Нам надо отбиться от этого налета и идти, собственно, с вандалами вот сюда воевать. И надеяться на то, что нам Рим в попец не ударит. Точность, наверное, прокачаем. Через речку, поэтому, видите, минус 50%. Но мне надо отсюда атаковать. Я лучше вот этого потом подведу. Сюда. Ну, или сразу подведу сюда. Так, вот тут у нас тоже чувачок гадости делает. О, гарнизон, кстати, закончен. О, у нас тут дофига кандидатов. Но это, блин, два приказа будет стоить. И сто... Ладно, сто соцкапитала у нас просто нету пока. Так что продолжаем воевать. Этот стоит здесь. 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 Блин, чуть-чуть не хватит его добить. Ну, тогда может не ехать, а лучше вылечиться здесь. Так, что тут строить? Ну, видимо, буду здесь... Вот тут будет каменолом... Тут надо каменоломню строить, но она будет на один ход дольше строиться, чем эти, потому что другой семьи рабочей. Не знаю, что тут как-то... Причем с генералами эти мечники сюда просто... У Карфагена 16 ходов... приказов. Ни встали их не посмотрел. Еще налет. Ну, это из вандальского лагеря. Так, аристократию мы открыли. Это посла можем использовать. Кушицкие пирамиды строить и принимать централизацию или вассалитет. Так, полис надо деревне открыть. У нас как раз там что-то на деревне взято или построено. А, этот... Как его? Маяк ускоряет переход деревни в город. Завалили. А, кстати, может ферму сначала починим? Каменоломни будет 4. Давайте ферму сначала починим. Так, форум завершен. Можно и второго уровня форум делать. Есть соточка соц.капитала. Давай так, принцесса консорт. Герцог Атланерс. Это брат будущего короля, да? О, давайте вот это. Блин, 48. Умрет скоро. Было бы плюс 2 счастья. Ладно. А, такое этого 2 счастья. Все, нормально. Такая герцога Атланерсу. А, нетерпимый что делает? Минус 20%. Но все равно добавляет праведный. Вот это плюс счастья. А, к лагерям и сетям. Блин, тогда это не совсем этот город. Тогда лучше его либо в Дакку, либо в Сосеби. Ладно, тогда нет. Тогда все-таки Холливуды, давайте. Тоже 2 счастья. Земледелец, тем более. Тут у нас есть парочку ферм. Давайте его. Так. Убили. Убили. Лечим. Лечим. О, рядом. С чудом. Полтора приказа. О, слушайте, давайте. Так, отлично. Заканчиваем ход. Еще одно святилище построим. Разве нельзя раньше было только одно святилище на город? Или это как-то меняется в зависимости от того же у нас сама цивилизация на это успешно проникла на территорию вашего соперника. Ну и вот у хеттов у хеттов собственно вот весь их год. Вы посмотрите, у них просто закрыта горами возможность туда пройти. Типа им надо было переплывать, чтобы тут может тут тоже где-то город можно было поставить. Там, наверное, Карфаген уже занял. Так. Рабих требует, чтобы мы объявили войну хеттам. А что, вы в войне с хеттами? Так вы... Интересно, вы сами не в войне? Очень интересно. Нет, давайте-ка мы подождем и посмотрим, как будут развиваться события. Очень неохота мне. С прибытием к воротам Мироя небольшой группы свирепо выглядящих датских воинов вам представилась неожиданная возможность. Хотя поначалу языковой барьер замедлял ваши переговоры, вам удалось найти общий язык. Лидер группы сообщает вам, что данные рады вам и вашим подданным, а также тому, что вы относитесь к их племени подобающим образом, хотя поселились здесь относительно недавно. Поэтому им бы хотелось обсудить торговые возможности и в зависимости от ваших наиболее насущных потребностей. Но я бы с ними заключал Мир, потому что минус 540 и 4 приказа. Кайф. Так, а что вот эти пирамиды в итоге делают? Цивик за прилегающие святилища. Ну, я бы построил. Цивик вход, я имею в виду. Какое-то уникальное улучшение, я не знаю, у других цивилизаций я не помню такого, кстати. Так, вот здесь бы я уже гарнизон строил. И вот рекомендуют здесь, я бы реально здесь и строил, да. Сколько уже 800... 900 монет за покупку камня. Ну, что ж поделать. Так, вот сюда бы я генерала добавил. Как раз 19-летняя. Так, дальше. Ну, железо у нас и так дофига капает. Поэтому я бы что-нибудь другое строил. Кстати, с пирамидой здесь помогу. Эта возможность только, еще раз напоминаю, у лидера строителя. так, тут генералов нету. тут защиты есть проблемки. Ладно, вот этого лучше возьму. так, еще 4 приказа. Давайте, наверное, выдвигаться потихоньку в сторону вандалов. я думаю, куда этого принца в какой город охотников сажать. Опять, опять мы с болями в груди откаживающая макасука или это вообще от семьи Сиджу поступило предложение о браке с вашим сыном? Ну, в принципе, не, наверное, откажусь. Я все-таки хочу с кем-то. Приходит послание от Рабиха. Он приглашает вас на закрытую встречу в Карфагенском дворце, где вас будут чувствовать вином, песнями и выступлениями. Придворные советуют быть осторожны, так как подобное приглашение может разозлить наши знатные семьи. Нет, пожалуй, шесть приказов добавит. Давайте, наверное, отклоним. Шесть приказов это круто нам сейчас. Я вот думаю, герцога от Ланерсу в Сесебе размещать или в Дакку. Тут-то уже три лагеря обработано, а тут только один, еще неизвестно, когда я эти обработаю. И в так я думаю 5 юнитов хватит этих бы я тут оставил лучше да тут еще повезло что нам так выпало 6 приказов так мы сейчас по 9 приказов кэшбга армию подводить а здесь мы сейчас вандалы как-то на нас выдвинутся могу часть юнитов сможем завалить это варвары просто типа набег о мятежники всесебе появились рим объявляет о войне с хеттами если какие там воевать просто будут как и там друг другу пройти смогут о конец близок следующим ходом а мониторы умрет зато выполнили амбицию контролировать 6 улучшений типа городской там и гарнизоны построили так мы сейчас мы естественно больше никаких не принимаем амбиции потому что они уже останутся наследием ну 68 лет нормально для древнего мира вполне герцогиня касака давай тактику генералов много не бывает совет обсуждает что делать с карфагеном и вы недвусмысленно даете понять что желаете избавиться от непокорного рабиха вашему удивлению все согласны и начинают предлагать конкретные идеи дело за малым решить как разобраться с проблемой быстро или тихо так а он кто вообще герой не давайте я погорячилась забудем об этом сменится сейчас лидер поэтому у нас отношения вот это изменится мой извините так перепал опять же следующим ходом царица умрет так смысл так полтора приказа добавилось о плюс 15 аж отлично так через речку перейти здесь здесь скульптурки не опас классная политика я не знаю из всех вот ну из первых политики кто открытие земель берет может кто напишет в комментариях чем лучше открытие земель но это какой-то вот эпос прям маст хэв в начале игры форум форум казначейство форум только четыре города у нас до сих пор надо надо больше ставить городов нельзя перим хорошо объявил войну хитом но как он собирается до них драться вопрос вопросов офигительно меня обошел о вандалы поперли блин неудачно я тут встал что минус юнит черт царица а мониторы первопроходица умерла начинается проблема правления царя тахарка нового вандала отправили на вашу коронацию одного из своих предводителей после церемонии он с радушием обращается к вам мы воевали с вашим предыдущим правителем говорит он но с вами нам не из-за чего враждовать вы примите наше предложение мира ну нам нету смысла и мхо вот ведь и нам не помешало бы земля я так и думаю еще бы нам идти на мир с такими отбросами как вы принцесса касака одна из лучших лучниц кушита ваши советники видят в этом знак того что боги благоволят кушиту а талантливые лучницы принесет вашему царству славу как вы поощрите ее так набирается опыта вместе с отрядами разведчиков она кстати наследница следующая королева будучи лидером плюс 2 обзор нафиг надо отрываться но отряд лучников получить пращника вот это интересно становится изогнутый лук в качестве генерала плюс одно ну не знаю давайте просто лучше отряд пращников получим патриарх анламани герой или анламани назначает вам встречу дабы обсудить духовные дела хотя как у нас изменились отношения вот семьями с ямами и сэджу минус сильный с лишилизмом пока нормально именно он занимался бы она посетив жертвоприношения вы вместе прогуливаетесь по дворцовому саду саду и обсуждаете разные темы пока не конец не доходите до сути вашей встречи мой предшественник холливуд судьба прочитана мною письма был под большим впечатлением от ваших деяний тогда мы хорошо ладили я лишь скромный слуга господа я предаван давайте вот я скромный слуга господа придворные перешептываются о вашей скандальной любовной интрижки с ахра сан из миро это стало единственной темой для обсуждений может пора открыто подойти к этому вопросу так любовники это привилегии традиция нельзя позволить запитать свою репутацию я даже женюсь тут отдаляется царица консорт тут жаждет отомстить а тут минус 2 легитимности пройти лучше плюс 2 легитимности отдаляется сосредники есть а кстати мы сейчас можем здесь герцога от ланерса точно плюс 318 золота вход будет охренеть просто охренеть да тут я конечно вылез не очень удачно я бы отступил то есть сначала с этими разобраться получается придется еще пару ходов купить охотников наверно до охотников вот тут особенно делать чтобы увеличивать в эту сторону границы против рима посла надо но это все требует два приказа как минимум я уже не говорю о цивиках я поэтому и строю в данном случае мне кажется главнее губернаторов посадить мне еще тут не протоковал мятежник в общем у вас проблемки я хочу сказать такие блин еще и вандалы лезут вперед о не всеми юнитами так это хорошо может еще выживем бесчестная и алочная ваша супруга слывет продажной так полисы открыли это можем деревни строить теперь надо драму открывать сто процентов блин нам и казармы нужны но раз мы сейчас строим деревни будем строить точнее то нам одион будет нужен наш сторонник патриарх анламани герой прибыл с ценными сведениями его агенты в риме обнаружили тайник с незаконченными картами на которых отмечены самые дальние уголки нации патриарх анламани герой хочет доставить карты во дворец но тайно вывести шпионов из рима будет непростой задачей так вывести их вместе с торговыми поставками это мы раскроем территорию рима попросить удана в безопасный коридор не легитимность не хочу отправить официальный конвой через границу ну давайте с торговыми поставками ладно по словам наших придворных принцесса касака с каждым днем все больше походят на свою мать стоит что строимся продажной а может стать продажной алочной или зажиточной лучше бы зажили пожалуйста зажиточной продажный факт она она блин наша наследница морской бриз помывает улицы мироя петляет между домов ерошит волосы качая одежды спешащих по делам горожан старейшины мироя проводят вас по новым рынкам расположившимся вдоль берега и заверяют что за морской торговлей будущее так соберу могучий флот контролировать 6 соединенных друг другом город но давайте вот это попробуем 5 городов со статусом развивающийся я думаю что это мы сможем сделать у нас правда пока в принципе только четыре города а Служители ученика поставить Либо может фермеров Не, наверное, служители ученика пока А у вас есть какие-нибудь Еще чудеса возможные Так, какая тут требуется Развитая Так, тут требуется холм Холм Прибрежные воды Блин Да, ну он, конечно, железа Дофига требует еще Так, ладно Надо деревни строить реально Здесь строю Дальше тут Наверное, здесь В этом городе Пожалуй, здесь Так, и тут атакуем И тут надо будет деревню где-то вот здесь поставить Надо восстанавливать, потому что сломанные стены Типа уменьшают счастье Уменьшают счастье Ланерса Чародея Отправить агентов Рим на поиски Астана Запретить все труды Астана А давайте мы, типа, будем такие Против всяких религий У нас наш Лишиизм И мы никого Не хотим тут видеть Вот так Такие мы Дурачки Принялись здесь Лучше дело, чтобы в эту сторону Просто Постройка деревни Еще и Клетки захватывает Давайте лучше в эту сторону Клетки, чтобы захватывались Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Может повысить Ну вот нету интересных прокачек Так, губер следующим ходом могу У нас во всех Нет, в двух городах Нету еще Так, деревня есть Деревня есть Деревня И тут можно вторую, но Ее надо на самом деле Вот тут делать Я пока не могу Потому что Не в моих границах Поэтому давайте Наверное Не знаю Вот как-нибудь так Скаута подставим Я не думаю Правда, что они Скаута будут атаковать Скорее всего Опять мечника Но вот этот Поглушен Этот не будет вообще Ходить Вот эти двое Обстреливают мечника Стоит пока Гомцы приносят вести О смерти Гибомунда-вандала Теперь Хильдерих Возглавляет вандалов Ко двору прибывают Присланные царицей Фульвии Амбициозные Из Рима Римские ученые Эти иностранные Мудрецы Долгое время Изучали древние Рисунки региона И у них есть Основания полагать Что под Сисеби Могут находиться Различные руины Шахты И даже подземные Хранилища Зная, что наши нации Находятся в хороших Отношениях Ученые просят Вашего разрешения На раскопки Мы в хороших отношениях? Да, реально Так, раскопать Древние руины Минус 270 Золото Минус 4 Приказа Мы получаем Монументальные ворота Ну, кстати Муштраи Культура Вход Это прикольно Так, искать Рудники Пригодные для восстановления Ну, слушайте Будучи лидером Все рудники И каменоломни Плюс 20% Ресурсов Тоже круто Послужили бы При дворе Но нам не нужна Сейчас придворная Так, неинтересно Гоняться за мифами Счастье Нет Давайте, наверное Раскопщиком Искать рудники Пригодные для восстановления Но он не наместник Точно Но вот Все города Рудники и каменоломни Плюс 20% Это круто Смотрим У нас 27 камень 43 сталь И 814 золота Останет 33, 56, 829 Принцесса Принцесса Касака Демонстрирует Невероятные Способности К математике И геометрии На лету Схватывая основы Во время визита Во дворец Касака Просит подсказать Как лучше всего Применить эти познания Ну, Ни осадного Ни кораблей Мы не будем строить Плотники Тоже осадный Корабль Нет, давайте Всесторонним Просто пускай Мудрость Получит О, крит Прошел Кстати Зашибись Так, 10 культур В лес Зайдем Они стреляющие И им как раз Хреново По Этому Бить будет Уровень Этого Лечим Так, неплохо Неплохо А, блин Мы уже больше не строитель Видите, не могу Их объединять Есть Домик И, кстати Могу еще один Сразу, да Я понимаю, что я раненый Но, к сожалению Лечиться он будет Несколько ходов А домики надо Чем быстрее построишь Тем быстрее Они превратятся Ну, сначала Это деревня Через 10 ходов Поселок Через 10 ходов Городок А За счет того Что у нас Маяк Стоит Это все быстрее На 10 ходов Поэтому я и строю Деревни В первую очередь Сейчас Так, этого рабочего Можно сюда Перебросить Пока Так Надо куда-то Спецом Посадить Я думаю Видите, еще и гарнизоны Пол приказа дают Между прочим Ну, деревни Захватывают территорию Вокруг То есть, тут захватится И так Может, вот сюда Спится Ну, казначейство Неохота Строить Потому что у нас Денег и так Выше крыши Капает Честно говоря Может, камнетеса У нас 33 Давайте, наверное, вот сюда Камнетеса Так Дерево нам пока Не надо Ну, у нас, в принципе До открытия Лучников Особо дерева И не будет требоваться Фермы Рудники Мы какие-то построили На содержание Там не Не уходит Ничего Свои по этому Мечнику Работают Почему-то Вот он им Сдался Так Мы можем Посла Во-первых Посадить Ну, это Слабенько Неинтересно Давайте Тогда Либо сюда Какая-то фигня Честно говоря Ну, сюда Тут Тут же Те же люди будут Только вопрос Тут 3,7 И Минус Восемь десятых А тут 3,8 И Минус Две десятых Давайте сюда Все-таки Культурка Лечимся Уровень Бой Защита Над рекой Против племени Давайте Возьмем Против племени Как раз С ними же Деремся Так Так И тут Уровень Бой Точность Против Генерала Против Кавалерии Кавалерия Еще не скоро Давайте Вероятность Крита Повысим Вылечимся Вылечимся Тут Одион Строю А, прийти Так Так Может Может Генерала Куда Добавить Тут У этой Семьи Нету Генералов У этой Семьи Один Два Но Старых Не Не нравится Мне Так Что-то у нас Один Приказ Я просто Не хочу Этой Подходить Ну Видимо Придется Подойти Собственно Все юниты Походили Мне Нечем Ходить Надо Надо Тут Ну Карфаген С вандалами Не воюет Правильно То есть Карфаген Не может Это место Зачистить А блин Вы задолбали Драма Открыта И Бесплатный Рост Границ Вот это Берем Желая Продемонстрировать Свои таланты Придворные Строители Просит Разрешение Украсить Новые Дома Неподалеку От Дакки Что Им Передать Украсьте Произведениями Искусства Минус 270 Монет 30 Культуры Установите В них Бюсты Предков Вот Этой Семьи Давайте Бюсты Предков Так Мы Ставим Наверное Сюда Или Сюда Домик Чтобы Еще Эта Территория Захватилась А Одион Сюда Тогда Давайте Сюда Домик Одион Почему Я Ставлю Одион Потому Что У него Соседство С Слушайте Здесь Проверю Тут Можно В Настройках На всякий Случай Чтобы Музыка О Соблюдение Авторского Права Ну Вроде Это Играет Песня На всякий Случай А то У меня Уже Было Видео По Old World Банели Вот За Это Твой Это Твой У Нас Песней Зовется Так Вот Тут Еще Одион Тяжело Идет Убийство Юнитов У всех Городов Добавится По-моему Шесть Клеток Да Это Очень Круто Для Роста Имхо Тем Более Что Мы Тут И Тут Охотников За Два Хода По Строим То Эти Клетки Да Добавятся Тоже Нормально Пока Развиваемся Тут Греция Вон Я смотрю Греция Божит За счет Шести Город Они Там Фути У нас Четыре У Карфагена Тоже Шесть У Хетто Фарима Но Мы Еще Не Встретили Египет Мы Знаем Что Он Вот Здесь Где-то Сирия Должна Быть Историки Из Государств Расположенных По соседству С Кушитским Царством С большим Восхищением Пишут О Великих Царицах Воительницах Которые Не только Воспитывали Могущественных Царей Но и Сами Правили Страной Еще Будучи Совсем Юной Принцесса Касака Приняла Важнейшее Решение Однажды Она Подобно Другим Легендарным Кушитским Царицам Станет Правительницей Кушита Сможет Сможете Ли вы Помочь Ей Притворить Свой Замысел В Жизнь Так Показайте В качестве Примера Барельеф Их Храмов Изображающие Цариц Развящих Своих Врагов Касака Становится Свирепой Отвести К опустевшим Гробницам Предыдущих Цариц К опустевшим Становится Раскопщицей Тоже Все города Рудникам И Коломи Плюс 20% И Обучить Ритуалам Амании И напомнить О священной Обязанности Царицы Становится Набожной У нас Нету Пока Государственной Религии Лишаизм Он Сделан Но Он Не Государственная Религия Чтобы Его Принять Надо 400 Сот Капитала Давайте Раскопщицей Пожалуй Опять же Религия 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 Продолжение следует... Оглушение это способность этого генерала, генерал-тактик. Я как-то не могу сосредоточиться на захвате этого места из-за полных набегов вот оттуда. Мне кажется, тут можно будет еще что-то захватить. Судя по всему, тут еще место. Но это с данными надо будет воевать. Греция в зороастризм перешла. Посмотрите на царя Рабиха амбициозного и посмотрите на токахарку нового. Ладно. Отчитать порцию за столь неподобающее поведение. Становится дотошным. Все города новые юниты плюс 50 очков. Ну, не знаю. Мне по нраву это развязанное поведение. Становится распутным. Потребовать извинений от Рабиха. Что у нас там с Карфагеном? Сила одинаковая вообще-то. Но воевать не особо хочется. Но вообще плюс две дисциплины станет. Потребовать извинений. Теперь, когда принцесса Касака завершила обучение тактике, чем она займется при дворе? Герой. Напоминаю, что у нас следующая царица у нас. Значит, будучи лидером, все юниты лечения во время разграбления и плюс 50 муштры за каждого убитого военного юнита. И плюс три отваги. А командир? О, плюс 10 очков опыта для бездействующих юнитов. Отвага и дисциплина. Вот мне командир больше нравится. Принимает в Дворце Философов. Выражает интерес к клишеизму. Становится распутная, благословенной. Либо еще безумная. Ну-ка, на следующий ход узнаем, безумная она или нет. Возьмем марш-бросок. Так, надо атаковать эту фигню здесь. Так, восстановление сделано. Спеца какого? Ну, я бы спеца, хотя у нас тут три гражданина свободных. Ну, давайте ферму. Вот сюда, видите, сколько клеток. А, кстати, мы уже за следующим ходом еще добавятся клетки. Охотник готов. Давайте еще охотника. Блин, хотя семь ходов, что-то как-то дофига. Давайте воина. Казначейство и каменотес сделан. Еще один. Просто хочется... А, вот, Одион готов. Этого в Одион посадим, конечно же. Так, два приказа осталось. Тут можно было бы театр, но я бы лучше юниты полечил. Сейчас увеличатся границы. Блин, где мне опять приказы брать? Чтобы на этих вандалов идти. Где взять приказы? И эти постоянно тут... У нас хотя бы тут армия есть хоть какая-то. Пока. Безумная. Блин. Черт. Минус две мудрости, минус две дисциплины. Ну, похоже, на таком событии можно и завершить серию. Наш следующий правитель будет безумным. Давайте вот выберем, что нам тут... Ну, казармы надо открыть 100%. И метафизика была бы еще хорошо, архив, потому что это науку. Но, в первую очередь, казармы. Откроем. Что-нибудь по событиям у нас еще, кстати, есть? Нет, событий больше нету. Границы городов увеличились. Во, видите, как все эти полностью закрыли. Отлично. Теперь только если война... Странно, что греки воюют с хеттами, а не... Ой, не греки, Рим, извините, Рим. Лучше бы Рим с греками воевал. Так, ну и тут, вон, видите, видать города Карфагена. Подождите, а почему мы так хорошо их видим, города Карфагена? Потому что у нас обзор плюс два. Так, может, последнего губера посадим. О, плюс один... Плюс один приказ, кстати, будет. Благодаря этому так во всех городах у нас губернаторы сидят. У нас четыре города. Но уровень недовольства большой. В основном из-за того, что нас атаковали. Но разбираться со всеми этими проблемами будем уже в следующей серии. Спонсоры канала могут и уже ее поискать в плейлисте. Ссылка в описании, в прикрепленном комментарии. Для всех остальных она выйдет завтра. Спасибо, что смотрите. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий и поддержать канал как-нибудь финансово, либо спонсорством. Живе Беларусь, слава Украине. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.